Команды расположились в разных, на разных частях, на таблице. Кимки гораздо выше и не сей близок к зоне вылета. Но именно близок сегодня просто не будет никому. Дождь прошел, мы будем надеяться, что сейчас постепенно из ближайших домов люди подтянутся. Подтянутся сюда на стадион. Александр Уденко наносит первый удар по мячу, делает пас назад. Поехали. Такое традиционное начало. Центральный защитник совершает диагональ. Под левую ногу подача, удара нет. Вот отсюда. И бол! Вот это да! Вот это удар. Да, открывает счет будто Магоменов. Ну и получается, что Хеток Хасонов вот такую голевую передачу сделал, неудачно обработав мяч. Может, Иракли ему подсказывал, бей отсюда. Но ударил-то как следует, надо сказать. Может быть, там еще и трафик, так называемый, помешал ставеру своевременно оттолкнуться. А удар был под штангу, попробуй достать. Да, три игрока перед ним. Еще очень удачный удар с отскоком от газона получился. Хороший пас по флангу. Вход штрафной будет. Нет, сразу подача! Замыкание от Степанова! Ну это к начавшемуся сезону Национальной футбольной лиги за океаном, да? Опять стежко. Да, закрался мысль, что вот сейчас 2-0, когда Нитхулин размахивался. Там еще и в руку мяч может попасть. А здесь удар! И вот здесь могло быть 2-0, но спасает Евгений Ставер. Сейчас он видел этот момент удара от Магомедова и не дал тому дубль оформить. А вот это опасно. Яковлев. Ну-ка, Яковлев что придумает? Под левую и бить. Ну все правильно! И казалось, будет гол, но Ставер успевает по мини-футбольному выбросить ногу, отстегнуть, как иногда говорят. И на угловой отбивает. Но с другой стороны Яковлев не смог пробить под штангу и достаточно сильно. Да посильнее бы просто пробить надо было. Диалог Иванова с Химкинским болт-боем. У Иванова масса эмоций, болт-бой улыбается. Понятно, но здесь все хитрости. А вот Иванов штрафной прострел. Удар! И куда мяч отскакивает еще? Пенальти! Нет, нет, игра рукой была у атакующего игрока. Мне показалось, что была игра рукой просто у футболиста Химок в динамике. Я не претендую здесь на истину. Вот, там просто был удар по воротам и куда мяч попал. Но мяч попал в руку. Ну там несколько рикошетов было, да, и в результате. Ну что ж, вот она и замена. И кого меняют, как ты говорил. Запомним этот момент. Ну и в итоге что мы можем говорить? Я вот про матч... Здесь уже Ставер прибежал. Финальный свисток, можно говорить так. Но я вот про матч Енисея с Шинником говорил о том, что Енисея играл с преимуществом, а в итоге чуть не проиграл. Вот сегодня Химки играли с преимуществом, а в итоге чуть... Не упустил это. Енисея играет. Кто. 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 Тиска. Продолжение следует...